Чем из новой техники порадуют разработчики в релизе 8.7? В версии 8.7 мы добавим новую ветку британских арт-сал. Со 2 по 10 уровень будет 9 новых машин. В чём основные особенности этой ветки британских сал? На 10 уровне будет относительно небольшая дальность и комфортная траектория при большом 233-мм калибре. Что касается 7 уровня, то здесь впервые в игре будет реализована возможность некоторых английских машин. Скорость заднего хода будет выше, чем скорость вперёд. Шестой уровень британских сал будет создан на базе лёгкого танка, что будет означать хорошую подвижность, правда при малой дальности стрельбы, но зато с комфортной траекторией. Пятый уровень отличается большой прочностью по сравнению со своими одноклассниками, но на 4 уровне мы добавили вращающуюся башню. Третий уровень британских сал будет похож на американский «Прист» аналогичного уровня, с той лишь разницей, что у него будет несколько уменьшен калибр, что успешно компенсирует увеличенная скорострельность. Ну а второй уровень порадует очень большим углом горизонтальной наводки. Будет ли у какого-то из этих танков хэш-фугас? Нет, у «Арцао» хэш-фугасов не будет. Будут обычные золотые фугасы с большим радиусом разлёта осколков. Почему было решено поменять Т-52 на танк МТ-25 шестого уровня? Ожидаются ли ещё подобные замены техники? Ну, танк Т-52 мы заменяем на новый МТ-25 в основном по историческим и логическим соображениям. С теми характеристиками, которые были в реальности у танка Т-52, он не мог себя вести так, как он ведёт в игре, он не мог развивать такую большую скорость, он не мог быть таким манёвренным. Потом мы его заменили на другой экспериментальный советский танк МТ-25, который по своим характеристикам будет более похож на свой исторический прототип. Владельцы танков Т-52 получат вместо своего танка новый танк шестого уровня МТ-25. Возможно, в будущем у нас ещё будут какие-либо замены, но на ближайший патч мы пока ничего такого не планируем. Появится ли новая премиумная техника в обновлении 8.7? Да, в обновлении 8.7 мы введём новую немецкую ПТ-САУ 7 уровня Е-25, она будет доступна для продажи в магазине. Ещё хочется отметить, что китайский тяжёлый танк 8 уровня 112 мы не будем вводить в этом обновлении, потому что мы считаем, что он ещё не настроен окончательно, нам понадобится ещё какое-то время для его окончательной балансировки. Появятся ли новые карты? Будут ли обновления карт? Да, в этом обновлении мы добавим одну новую карту, это будет советская карта, зимняя, с частичной городской застройкой, то есть в центре карты будет находиться какое-то количество строений. В принципе, она будет пригодна для всех видов танков. Средние танки, тяжёлые танки, лёгкие, РСАУ, ПТ-САУ, все себя там будут чувствовать вполне нормально. Карта удивляет ещё до начала боя. Таймер отсчитывает последние секунды, и вы видите, что танки стоят нестандартно. Каждая команда разбита на две группы. У них разная задача в бою. Первая должна захватить базу противника, вторая — защитить свою. До базы противника есть два прямых маршрута. Первый — через гору, второй — через город. На горе лучше сражаться тяжёлыми танками и ПТ. Здесь столкновение с противником будет идти лоб в лоб. Захват горы даст серьёзное преимущество. Тот, кто это сделает, сможет вести огонь по городу и по противоположной горе на второй части карты. Стоит отметить, что перемещаться здесь надо очень аккуратно. Старайтесь держаться за укрытиями, чтобы не получить удар с фланга. Середина карты — тоже очень важная область. Здание в городе служит отличным укрытием, а высохшее русло — тропинка прямо в тыл врага. Также можно пройти под горой. Противник не сможет достать вас сверху, а от удара с фланга уберегут многочисленные здания и камни. В этой области лучше всего будут чувствовать себя средние и лёгкие машины. Отсюда они смогут сделать решающий рыбок к базе или открыть третий фронт. Артиллерия на этой карте чувствует себя хорошо. Она может достать в любую точку, но придётся перемещаться. Скажем, находясь в С0 или Дж0, удобно простреливать гору по третьей линии. А из А1 К1 лучше получится работать по горе по восьмой линии. Мест, где можно укрыться, также хватает. Можно встать даже так, что вас обнаружат уже в непосредственной близости. В итоге можно сказать, что Северогорск — это карта, которая навязывает активную борьбу с первых минут боя. Атакуйте своё направление. Помогайте союзникам на другом. Ищите место для прорыва, и вы сможете победить. Известны ли какие-то подробности обновления 8.8? Такого, что будет интересно игрокам, в обновлении 8.8 мы добавим новую ветку средних советских танков. Это будет пять машин с топом 10 уровня, объектом 430. Я думаю, что это будет достаточно интересная и уникальная машина по-своему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!